Девушки отдыхают Однако злодейка кое-что сказала Она произнесла имя Чье это имя? Как ты могла, Махидевран Теперь ты в Гюльфэм видишь соперницу? Простите, но я не знаю, о чем Гюльфэм кто-то пытался убить И если верить словам убийцы, приказ отдала ты Что вы Клянусь, я тут ни при чем Моей вины в этом нет Что, Гюльфэм хатун солгала? Изменница, что пыталась ее убить, назвала твое имя Это хитрый заговор Они хотят свалить всю вину на меня Как вы могли поверить в эти сказки? Да и зачем мне это? Клянусь вам, все это ложь, клевета А то, что Гарем погряз в долгах, это тоже клевета? Разве ложь то золото, что ты взяла в долг у еврейки? Это правда, только... Ты боялась, что Гюльфэм пожалуется мне? Государь, поверьте Поручая тебе, Гарем, я знал, что у меня могут быть неприятности Но мне хотелось дать тебе еще один шанс Шанс начать все сначала Исправить свои прежние промахи Но ты им не воспользовалась Мне жаль Я лишаю тебя должности, иди к себе Повелитель! Иди в свои покои, как я велел Музыка 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 Баша Баша Хюрем снова нанесла удар. Она покрыла меня позором. Мне теперь в жизни не смыть себя это пятно. Меня лишили должности. Кто знает, что теперь меня ждёт. Ибрагим, заклинаю тебя, сделай что-нибудь! Ибрагим, ты ведь поможешь мне? Замолчите. Я больше не хочу вас слышать. Вы сделали глупость, так смиритесь. Я не стану больше исправлять ваши ошибки. Повелитель. Повелитель. Я столкнулся с Махидовран Султаном ваших дверей. Так ты ещё не слышал. Она подняла руку на Гельфем Хатун. В этом также есть и твоя вина. Из-за вас с Мустафой я часто закрывал глаза на её сумасбродство. Больше этому не бывать. Моему терпению конец. Ей не место у дворца, пусть Манис уедет. И радуется, что жива. Я всё понял. Искендер и Челеби передай, пусть отыщет у еврейка и выплатит весь долг. Как пожелаете, повелитель. Ты что-то хотел? Мне нужно уладить кое-какие дела. Мы ведь отправляемся в поход. Я вижу, что что-то занимает твои мысли. Можешь рассказать мне. Я расстроена за госпожи. Я не про сегодняшний вечер. Ты стал не похож на себя. Словно твое тело здесь, рядом, в то время как дух бродит где-то далеко. Простите, повелитель. Ты не слушаешь, Ибрагим. Ты не видишь, ты не говоришь. Ты словно утратил путь в том сумрачном лесу, о котором говорил. Ты должен отбросить греховное тщеславие, пожирающее твой дух, иначе оно поглотит тебя. Это ты подстроила, верно? Эту западню. Это ты подстроила, верно? Не стану отрицать «да», это моих рук дел. Теперь, когда твой сын далеко, защищать тебя больше некому. Поздравляю. Тебе удалось. Меня лишили должности, и здесь не оставят. Махидывран, не вини меня. Я предупреждала тебя, просила уступить мне, но ты не послушала меня. Ну что ж, тебе всегда не хватало благоразумия. Теперь тебя ждет спокойная и размеренная жизнь в Манисе вместе с сыном. И что же теперь будет? Ты будешь управлять гаремом? Ибрагим Паша никогда этого не допустит. Ибрагима Пашу никто и не спросит. Ему сейчас своих забот хватает. Ты о чем это? Скоро все узнаешь. Паша. А что ты не знаешь? Надо полагать, что эту ночь ты проведёшь здесь. Неужели Хатиджа Султан выгнала тебя из дворца? Много лет назад на этом месте. Ты ведь не забыл эту ночь? Я сказала тебе, с такой высоты ты ведь и падать будешь быстро, Паша. Особенно, если я тебя подтолкну. Ты сказал мне в ответ, что это лишь громкие слова. Ты должен признать, я заслужила поздравления, разве не так? Ваша ловкость достойна высочайшей похвалы. Однако вы кое-что упустили. Я ещё на ногах. Признайся, Ибрагим. Эту войну ты проиграл. Как вам известно, госпожа, я воин. И у нас воинов принято говорить. Пока рука в силах держать саблю, ты всё ещё не побеждён. Так что, будь я на вашем месте, я бы не спешил торжествовать. Ты сам не замечаешь, что тонешь. С каждым рывком ты погружаешься всё глубже и глубже. Да и куда тебе быть на моём месте? Ведь что бы ты ни делал, есть то, чего ты не в силах изменить. Я свободная. Ты же раб и только. Госпожа, Шахзаде, желаю доброго дня. Надеюсь, он будет добрым. С чем пришел? Повелитель желает вас видеть. А что случилось, он не сказал? Клянусь, я об этом ничего не знаю. Знаю лишь, что Гюльфаэм Хатун сейчас тоже у него. Должно быть важное дело. Скажи мне, что-то грозит? Неужели они сумели раскрыть наш план? Едва ли. Думаю, речь пойдет о делах Гарема. Ты говорил, там Гюльфаэм? Он решил отдать управление Гюльфаэм? Ладно. Пошли узнаем, что там происходит. Тсс. Повелитель. Подойди ближе, Гюльфаэм. Гюльфаэм. Госпожа. Ибрагим. Я всю ночь думала о нас с тобой. Я приняла решение. О нашем будущем. Здесь была Гюльфаэм Хатун. Мы обсуждали, кто теперь будет управлять Гаремом. Я спросил ее мнение, и оно совпало с моим. То же самое предписывает и обычай. Я слушаю, госпожа. Однако, что бы вы ни решили, знаете, что я буду любить вас до последнего вздоха. Как-то я писала вам письмо. В то время мы были в разлуке. На нашу встречу не было никакой надежды. Меня хотели выдать замуж за другого. Дух мой покидает меня. А сердце обливается кровью. Отныне я буду лишь притворяться, что все еще живу. Душа же моя умирает. Вот что я писала. И сейчас я чувствую то же. Но я не воспротивлюсь. Не возьму на душу грех. Я покорно склоняю голову перед своей судьбой. Я развожусь с тобой, Ибрагим. Отныне все дела в Гареме будешь вести ты. Желаю тебе в этом удачи. Сулейман. Сулейман. Эй, возлюбленная моя, смеющийся лик, молва о твоей прелести обошла весь мир. Ах, что за красота, что за лик, что за улыбка. Я спрошу, как может аромат волос быть столь пленителен? Этот цвет, этот блеск, эти локоны. Дивный аромат этот заполонил мой разум. Есть ли равный ему столь же нежный, столь же томящий? В моих глазах не хватит слез, чтобы вместили твою красоту. Ни в реке, ни в горном потоке, ни в целом море. Мохиби, бедный, словно потерял разум. Пусть будет так. Сколько страсти, сколько силы. Я Александра Роксолана. Рабыня, которую продали во дворец османского правителя. Рабыня, которую везли через реку Днепр, через Черное море. Рабыня, потерявшая своих мать и отца, сестру и брата, всех, кого любила. Александра, что окруженная огромными волнами, молилась о том, чтобы умереть и воссоединиться с родными в раю. Александра, в 17 лет, познавшая великое горе и подлость мира. В один день, повзрослевшая на тысячу лет, отказавшаяся от жизни. Несчастная, одинокая Александра. Я Александра Рексалана. Я никому не говорила о своем горе, ни с кем не делила его. Я вырвала его из себя, выплюснула в море, где его забрали волны и унесли прочь. На все, что причиняло мне нестерпимую боль, я отвечала смехом. Я лила слезы лишь по своей семье. Я пошла вопреки судьбе, превратив девушку-рабыню в могущественную госпожу. И вот я там, где навсегда изменилась моя жизнь и судьба. Во дворце султана Сулеймана. Этот дворец, который сначала я хотела сжечь, нынче служит мне домом, родным очагом. Могла ли я знать, что мое сердце, когда-то замиравшись, от жажды мести, вновь будет биться от любви. Я Хюрем, рабыня султана Сулеймана, его наложница, его госпожа, мать пятерых его детей, его законная супруга Хюрем, его нектар, смысл его существования, его возлюбленная, его сияющая луна, его самый близкий друг, знающий его тайны, красавец Хюрем. Я Хюрем, счастливая мать Мехмета, Михримах, Селима, Боизета и Джихангира. Хасыки Хюрем, Султан. Дети мои, я дала слово себе и вам. Я поклялась. Я обещала, что придет день, и передо мной преклонят колени все, перед кем прежде склонялась я, чтобы целовать подолу их платьев. Этот день наступил. Всем моим врагам, которые принесли мне столько горя, всевозможные муки и тяготы, пришел конец. Теперь пусть трепещут, ибо я отравлю каждый их вздох. Я обращусь в огонь и обрушусь на них. Субтитры создавал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Что мне гарем? Я буду править миром.